Берегитесь, дорожные хамы. На улицах города появился специальный автомобиль для того, чтобы фиксировать нарушения правил дорожного движения. Инициаторами создания такого вот гражданского патруля выступили активисты Ивановского отделения ФАР. Проект, конечно, очень многообразен, но то, что нас интересует, это контроль за соблюдением правил дорожного движения и как мы, собственно, собираемся производить. Это авто носит название «Фарпост». На самом деле это обычный автомобиль, оборудованный видеорегистратором. Принадлежит он ивановскому координатору фар Илье Пигалкину. Внешне машина очень выделяется из потока. Это не какая-то очень специальная машина. У нее ее специализация, отличие от других, только вот то, что она раскрашена. То есть она говорит, вот она я. Возможно, я нарушаю. Поконтролируйте, посмотрите. Главный плюс подобной инициативы состоит в том, что фаровцы непредвзяты. Для них не важно, кто нарушил правила – депутат или полицейские. Если даже сотрудники ГИБДД не заинтересуются хамом, припарковавшимся под запрещающим знаком, то благодаря фарпосту он уж точно прославится в интернете. У нас есть такой инструмент, как диктофон и фотоаппарат. То есть если у нас есть какие-то проблемы возникли на дороге, неважно, там с сотрудником, там с другим водителем, да, там, например, мы зафиксировали яму, там, не гостерскую. Мы можем выйти, припарковаться, в машину выйти и зафиксировать либо яму, либо разговор. Сотрудникам ГИБДД такая активность граждан только на руку. Патрулей катастрофически не хватает. А так можно мониторить ситуацию на дорогах с минимальными затратами личного состава. Дополнительное беспокойство, но задача у нас на сегодняшний день одна, что силами не только одной госавтоинспекции, но и с привлечением общественных организаций мы можем решать вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. И чем больше таких автомашин гражданского автопатруля будет на наших дорогах, тем наши дороги будут безопаснее. Это наше убедительное мнение на сегодняшний момент. Водитель фармобиля признается, когда выезжаешь в город на таком ярком авто, мир становится будто бы добрее. Водители, опасливо озираясь на гражданские патрули, останавливаются за стоп-линий. Не спешат трогаться со светофора на красный и заботливо пропускают всех пешеходов. С теми же, кто этого не делает, после подачи заявления с видеоматериалами от фаровцев разберутся сотрудники ГИБДД.